Каждую среду в студии телеканала Самарагиз мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какие самарские музыкальные школы участвуют в национальном проекте «Культура»? Сколько музыкальных инструментов приобретено для самарских школ искусств? Какие возможности для развития педагогов предусматривает нацпроект? В нашей студии Евгения Мищенко, заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара и директор детской музыкальной школы номер 4 Ольга Ворожецова. Евгения Борисовна, Ольга Борисовна, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и давайте, знаете, начнем с чего? Давайте для начала расскажем, что такое на сегодняшний день на территории города Самара музыкальные школы, школы искусств. Какое место они занимают вообще вот в этой системе, ну, наверное, дополнительного образования в первую очередь? Школы искусств, музыкальные школы, художественные школы – это наша уникальная российская традиция, это гордость нашей российской культуры, потому что школы искусств, они являются такой вот неразрывной ступенью нашего трехуровневого образования – школы, училища, вуз. И надо сказать, что такого вот образования музыкального, художественного, эстетического, как у нас в стране, в России, его нет, собственно говоря, наверное, нигде в мире. Даже так? Даже так. Потому что в таком количестве, вот у нас только в регионе, да, например, больше 150 школ искусств. В Самаре у нас в сфере культуры 26 школ искусств. Я просто, знаете, прошу прощения, что перебил, мы до конца иногда не осознаем. 26 школ искусств в Самаре и в Самарской губернии 150, вы сказали, более 150. То есть это надо понимать, это на самом деле такая индустрия культуры. Это огромные ресурсы, огромные силы, любовь к детям, любовь к искусству, к творчеству. Это уникальные люди, талантливые люди, которые ежегодно, ежедневно занимаются с детьми не по расписанию, поверьте, а столько, сколько нужно. И в выходные дни, и в праздничные, и в каникулы мы всегда увидим, услышим, как в музыкальной школе кто-нибудь бежит, ребенок со скрипочкой, либо с нотами, с нотной тетрадкой, для того, чтобы дополнительно позаниматься своим любимым педагогом. У нас 26 школ, в которых учится больше 10 тысяч человек. И, наверное, я тоже скажу, что особенность программ именно в детских школах искусств – это предпрофессиональные программы. Это утверждено, определено уже на федеральном уровне, именно для этого созданы школы искусств. А что такое предпрофессиональные программы? Ну, наверное, название говорит уже само за себя. Это программы, которые готовят ребят, наших талантливых ребят, к тому, чтобы они получали дальнейшее профессиональное образование. Это сложные программы, насыщенные программы. В старших классах, например, это 14 часов в неделю, да, 14 часов в неделю. Это много. Это очень много. Это много аудиторных, а еще и дома надо позаниматься. Это такая вот большая, хорошая, непростая, наверное, нагрузка. Это очень сложно, потому что общую образовательную школу никто не сменял. Конечно, еще и там надо заниматься. И знаете, вот обычно ребята, те, кто хорошо учатся в музыкальной школе, они хорошо учатся и в общей образовательной школе. Может быть, дисциплина, а может быть, вот как наши тоже все любимые директора говорят, такие дети, талантливые дети, те, кто добиваются хороших результатов, это огромные труженики, прежде всего. Это так, потому что заниматься надо много. Но это вот о том, для чего школа искусств создается. И очень здорово, это очень ценно, что начиная с 2019 года работает у нас национальный проект культура. И ныне, в 2022 году, несколько лет мы видим, как работает этот нацпроект, мы понимаем и ощущаем, наверное, и родители, и преподаватели, и руководство наших школ искусств, насколько ощутима и велика поддержка нашего государства. Это, прежде всего, музыкальные инструменты. Вот Ольга Борисовна подтвердит, что это, ну, наверное, наша основная такая вот, самая большая необходимость. Ну, конечно, это важнейшее вообще, на самом деле, что только может быть. И просто невозможно переоценить того факта, что, начиная с 2019 года, за счет федерального бюджета, там, при поддержке регионального бюджета, мы получили музыкальных инструментов, оборудование, учебных пособий, материалов больше, чем на 100 миллионов рублей. Это для нашей школы просто колоссальная поддержка. И это, наверное, именно то, о чем... Мечтали когда-то. Наверное, сейчас и президент Российской Федерации говорит, и о чем говорится в указе, который вышел в начале ноября, о духовных ценностях России. Наверное, да даже не наверное, а точно совершенно музыкальное образование, наши талантливые дети, это одна из важнейших духовных ценностей, традиций наших, России. И мы видим, как сегодня государство заботится реально об этом таком вот своем молодом поколении. Это переоценить невозможно. Ольга Борисовна, вот Ваша школа какие музыкальные инструменты получила в рамках нацпроекта, но вот за последнее время? Что называется, похвастайтесь. Да, похвастаться есть чем. Мы получили 20 единиц музыкальных инструментов, из них 5 пианино, 3 виолончели, 4 скрипки, 2 саксофона, 3 кларнета, 3 флейты. Кроме того, 264 учебника по музлитературе и сольфеджио. А самое главное, мы получили то, о чем давно мечтали, это 126 кресел для нашего большого концертного зала. Просто эти кресла с 70-х годов мы не могли поменять, так же, как и инструменты некоторые, особенно фортепиано. И вот благодаря вот этому замечательному национальному проекту наша мечта сбылась. Ну, это, по сути дела, новая школа, я хочу сказать. Если взять, ну, это основное, музыкальные инструменты, кресла, это, в общем-то, новая школа. Красивый концертный зал теперь, комфортные, правильные кресла. Он преобразился, стал совершенно, заиграл другими красками. Насколько я помню, у вас ведь в этом году юбилей. Да, нам уже на следующей неделе, 22 декабря, мы будем отмечать 75 лет. И мы очень рады, что мы имеем такую возможность отметить именно наш юбилей в нашем концертном зале, в котором давно уже мы не проводили массовых мероприятий, потому что в связи с коронавирусными ограничениями были под запретом. А вот сейчас у нас дети просто живут уже этим концертом, родители ждут, не знаю как. Поэтому мы приглашаем сегодня и родителей, и детей, и, конечно же, наш департамент культуры. Да, приходите, поэтому в 4 часа у нас будет... Когда, во сколько и где, скажите. Детская музыкальная школа номер 4, Краснодонская, 36, Большой концертный зал в 16.00, 22 декабря. 22 декабря. Мы обязательно запишем. Обязательно. Кстати, здесь важный такой момент, подумал, ведь ваша музыкальная школа, она находится на Безымянке, и такой ведь, на самом деле, большой, простите за это слово, куст территориальный, на самом деле, там находится. То есть там живет очень много людей. Там Кировский промышленный район, тут... Советский недалеко. Это вот такая территория, где вообще желающих очень много. Кстати, вот скажите, на сегодняшний день, как часто вообще проходят вот эти вот, ну, скажем так, ну, публичные, что ли, мероприятия, концерты, когда можно вот с улицы человеку зайти, вот 22 декабря, еще раз напомню, 22 декабря в 16 часов, то есть можно зайти с улицы и послушать безвозмездно, то есть даром. Это вообще, ну, регулярно бывает вот в музыкальных школах? Ну, раньше, конечно, до вот этих ограничений, это чуть ли не каждый месяц, какое-то мероприятие, да, обязательно проводилось, отчетные концерты школ, потом День открытых дверей, это обязательное мероприятие. Программы для ветеранов всегда, конечно. Да, кстати, важнейшее тоже самое. Это обязательно всегда было. Для детей-инвалидов мы проводим ежегодные концерты, вот в декабре, фестивали, конкурсы на нашей базе мы проводим, городские конкурсы, региональные, так что площадка наша всегда готова принять. Ну, наверное, надо следить за сайтом школы, за страничками. Мы там постоянно все это выставляем, и в соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, на нашем сайте. И, безусловно, вход бесплатный, понятно. Вот, кстати, важный вопрос. Конечно. Вход бесплатный. Обязательно. И еще, вот, что хорошо, что сохранили. Вот очень хорошо, что это сохранили. Вопрос такой, а сколько детей учатся у вас сейчас? 391. Кретингент у нас постоянно не меняется. Детей, в общем-то, много желающих. И на предпрофессиональных программах 313 человек у нас обучает. То есть это те, кто планирует в дальнейшем стать профессиональным исполнителем. Те, кто занимается на сложных программах, так скажем. Да, и у них есть возможность, если желание будет, есть потенциал стать профессиональным музыкантом, исполнителем. Конечно, конечно. На сегодняшний день бесплатное обучение? Конечно. То есть здесь, я понимаю, ваше удивление, но с другой стороны, понимаете, какая штука. Мы живем, ну, к сожалению или к счастью, не знаю, век коммерции. И сейчас очень много коммерческого обучения, назовем это так. И поэтому мне всегда вот это интересно. То есть на сегодняшний день можно привезти ребенка и отдать учиться бесплатно. Совершенно верно. По-другому быть не может. А насколько сложный конкурс? Ну, знаете, практически где-то бывает два человека на место. Два человека на место. Два на место, да. Ну, детки волнуются и говорят, ну, что же, берем пока на общеразвивающие программы, немножечко подучитесь. А потом переходят. Так что они прям очень хотят учиться пока на предпрофессиональной программе. То есть по городу в целом конкурс, прием в первый класс, два человека на место. Это нас радует. Вот, я хотел сказать, это радует. Почему? Потому что это говорит о том, что у людей и у родителей, и у детей есть желание, чтобы их дети занимались музыкальной культурой. Вот о чем речь. Желание это и есть, и, конечно, иногда, ну, может быть, есть недопонимание, что школа музыкальная – это не кружок, да, что есть расписание. Нет возможности посещать, например, только гитару или фортепиано, а на хор и софет уже можно бы и не ходить. Школа, коллективная. Школа – это школа. Там учебный план, который надо выполнить. Обязательно. И вот это, и вот это, и вот это. Только тогда ты будешь всесторонне развитым музыкантом и художником. Ну вот вы правильно сказали. Это не кружок. Это не кружок. Если при пятидневной учебе, плюс дома делают уроки. Ну да, это… Это нагрузка, но это совершенно такая счастливая, наверное, нагрузка и возможность. Потому что те, кто занимаются искусством, творчеством, они немножко другие люди. Да. Они больше знают, они, наверное, не обидят, я не знаю, собаку, кошку. Они… Они вообще никого не обидят. Они, не знаю, помогут пожилому человеку. То есть это не просто какие-то знания, это общая культура. Ну да, это… Это важно. Это общая культура, и это просто по-другому устроено мышление. А когда вот подавать заявление, когда вот, если, допустим, хочется ребенка своего дать, когда его дать? Ну вот у нас уже в марте начинается день открытых дверей, и где-то уже с конца марта мы начинаем прием заявлений. Вот в мае, в начале июня вступительные экзамены проходят. Вот такой вопрос еще в рамках нацпроекта «Культура». А какие-то возможности для развития самарских педагогов предусмотрены? Конечно. Есть… Потому что вот музыкальный инструмент – это классно, но без людей это как бы все-таки не совсем. Федеральный проект «Творческие люди» является частью национального проекта «Культура» и предусматривает возможность повышения квалификации для преподавателей, для методистов, для тех, кто занимается, в общем, такой вот педагогической деятельностью. Это очень ценно, потому что лучшие практики со всей России, вузы музыкальные, художественные, творческие вузы, в России такие вот курсы для наших преподавателей проводят. Все это есть. Ну и несколько человек у нас обучаются целевым приемом, в том числе и в Академии, например, Гнесиных в Москве. Да, их не так много, потому что это все-таки достаточно такое интенсивное обучение, но они учатся и возвращаются потом в Самару к нам продолжать работать, продолжать наши славные традиции музыкального образования. Ну да, потому что педагог – это та профессия, тот человек, который должен учиться сам постоянно, он не должен восстанавливаться, это вот то, что тебе нужно делать до конца своей профессиональной карьеры. Поэтому вот нацпроект, он такой многосоставный и очень полезный в каждой своей части, это совершенно точно. И культурная среда, да, это материально-техническое значение, и творческие люди, это кадры, это развитие наших специалистов, и цифровая культура, это тоже такая модернизация цифровая, ну это здорово. Ну что ж, большое спасибо за интересную, содержательную беседу, давайте сейчас с вами посмотрим интересный сюжет, ну а затем я приглашу в студию ваших коллег, и мы продолжим говорить о национальном проекте культуры. Спасибо. Спасибо, Инна. Спасибо. Дмитрий Коцарь – недавний лауреат Международного конкурса молодых музыкантов имени Кабалевского. В свою возрастную категорию он занял в классе фортепиано третье место. К новым конкурсам будет готовиться на новом инструменте, который появился в музыкальной школе имени Глинки. Пока Дмитрий сыграл на нем лишь пару раз. На нем играл не очень много, ну в течение месяца, наверное, максимум. Инструмент хороший, звук мягкий, он будет даже получше, чем предыдущий. База детской музыкальной школы имени Глинки пополнилась сразу несколькими инструментами, в числе которых фортепиано, электрическая пианино, скрипка, виолончель, флейта и другие. Расширилась и методическая часть, новые учебные пособия, в том числе и в медиаформатах, что особенно нравится ученикам. Ведь не только слушая музыку мы духовно обогащаемся, но прежде всего, когда мы исполняем ее. И вот это исполнение их приближает, конечно, к замыслу композитора. Вот в этом и заключается духовное наследие и наша главная задача и миссия музыкальной школы. В детской музыкальной школе имени Шостаковича тоже много обновлений. Здесь появилась интерактивная доска, которая поможет проводить уроки с использованием различных медиаматериалов. Экран в большом концертном зале, несколько ноутбуков. Внутреннюю библиотеку пополнили новые учебники и учебные материалы. Также в школе появились новые фортепиано, баян и аккордеон, духовые инструменты, например, гобои. Как отмечает директор, новые инструменты становятся дополнительной мотивацией, потому что на них играть будут лучшие ученики. Эти инструменты позволяют выйти на новый уровень участия в конкурсах, на очень серьезных конкурсах. У нас очень много детей танантливых, которые могут представлять школу далеко за ее пределами, на городском, региональном и даже международном уровне. Благодаря новому инструментарию мы имеем такую возможность. Все эти обновления стали возможны благодаря реализации национального проекта культуры, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Главное это, конечно, воспитание гармонично развитой личности с мировоззрением. Мировоззрением, которое опирается и будет опираться на наши российские традиционные ценности. Поэтому значение национального проекта культура для меня лично и как для человека, и как для гражданина имеет очень большое значение. Нацпроект культуры реализуется в Самаре с 2019 года. За это время городские музыкальные школы получили более 330 музыкальных инструментов, почти 5000 методических пособий, свыше 1000 единиц оборудования. И все это увлекает молодое поколение и вдохновляет покорять новые творческие вершины. В нашей студии директор детской музыкальной школы номер 19 Андрей Буркацкий и Данила Зеляев, учащийся в детской музыкальной школе номер 19 по классу гитары. Андрей Анатольевич, Данила, добрый вечер и спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте. И для начала скажите, какие музыкальные инструменты получила ваша студия, ваша школа? Вот один из них я у нас в студии уже вижу. Ну, наша школа в этом году получила 13 музыкальных инструментов. Это прежде всего два фортепиано отечественного производства Михаила Глинка, пять испанских гитар, два инструмента баян, два аккордеон, контрабас, гусли-садко. Как интересно. Да. И также около ста с лишним единиц учебной литературы. То есть это те музыкальные инструменты, которые действительно были необходимы школе. Это и для оркестр русских народных инструментов. У нас замечательный оркестр, который действительно известен не только в Самаре, но и в Самарской области. Это и гитарный ансамбль «Настроение». Вот Данила участник этого ансамбля. И, кстати, сейчас все играют именно на гитарах, которые были приобретены в рамках национального проекта «Культура». Данила, а вот тебе какую гитару приобрели? То есть у тебя что за гитара? Потому что у тебя гитара несколько отдельная такая. Вот это гитара мастера, российского мастера из Пензы, Ивана Стеклянникова. Замечательная гитара, я хочу сказать. И звук, и удобство игры, исполнение. В общем, все на высоте. То есть это инструмент, который делали, ну, по сути дела, по заказу вот тебя и ты его педагога, я правильно понимаю? В целом, да. Музыкальная школа заказывала по индивидуальным параметрам у мастера инструмент. Вот чем она отличается, скажем так, индивидуальная гитара? То есть я понимаю, конечно, что индивидуальный инструмент, но вот, скажем так, объяснить для зрителей, чем отличается инструмент, сделанный на заказ, от хорошего, но все-таки фабричного инструмента? Потому что испанская гитара, ну, казалось бы, Испания и гитара... Да, это фабричный инструмент. Да, это однозначно хороший инструмент, потому что Испания и гитара, это как бы, ну, синонимы слова. Но вот это, как бы, я так понимаю, нечто особенное. Ну, я в этом не эксперт, я могу сказать только с точки зрения именно звучания, но мне просто вот нравится больше вот эта гитара по звуку и по удобству игры. Возможно, вероятно, качество сборки и вот все такое. Здесь я могу добавить, Данил. Дело в том, что если фабричные инструменты, они идут по каким-то лекалам, то есть они как бы массово выпускаются, то мастеровые инструменты, они идут индивидуально. То есть мастер отрабатывает инструменты в течение какого-то длительного промежутка времени. То есть они должны отлежаться, они должны приобрести определенные звуковые качества, дерево должно приспособиться друг к другу. То есть все вот эти параметры, они указывают на то, что это длительный очень процесс, и, естественно, качество, и, естественно, мастер, он отвечает за то, что он сделал. То есть это штучный товар? Это штучный товар, да. Данил, ну и, собственно говоря, раз ты здесь с гитарой, я прошу тебя сыграть что-нибудь, исполни, только скажи, что ты играешь, чтобы мы опять же знали. Отрывок из произведения Баха, виолончельная сюита номер 6 «Прелюдия». Отрывок из произведения Баха, виолончельная сюита номер 6 «Прелюдия». Отрывок из произведения Баха, виолончельная сюита номер 6 «Прелюдия». Отрывок из произведения Баха, виолончельная сюита номер 6 «Прелюдия». Отрывок из произведения Баха, виолончельная сюита номер 6 «Прелюдия». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 Дмитрий